А у меня сегодня новый массажер, смотрите какой классный, он прям так круто прорабатывает вот здесь вот скулы, все мышцы прям вообще здорово делает. Отдай! Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток, с вами Дмитрий Кузнецов, это центр юридической защиты компании Алям. Я вас всех приветствую. Для того, чтобы получить ссылку для перехода на форму для оставления заявки на бесплатную консультацию, вам нужно нажать в одну простую ссылочку в описании этого любого другого ролика. И вы увидите, значит, ту самую форму, да, и заполните ее вам, перезвонит один из наших специалистов, зададите вопросы, конечно, всякие разные, в том числе и по договору. Компания Алям на данный момент переехала с улицы Бухарестская, на которой находилась более пяти лет, на улицу Шпалерная, все в одном городе, в городе Санкт-Петербург, в самом лучшем городе нашей страны, вообще мира, какой страны, в самом лучшем городе мира. Шпалерная 34А, второй этаж. Переехали мы, чтобы расшириться, то есть в два раза мы увеличили площади, потому что нам действительно уже было тесно на Бухарестской. Так вот, если хотите, чтобы в вашей жизни приняли участие юристы компании Алям, ну, если у вас, конечно, есть в этом необходимость, пожалуйста, оставляйте заявку для бесплатной консультации. Я подчеркну, бесплатные все консультации, где бы вы ни находились, в любом регионе нашей страны. Ничего не бойтесь, но все проверяйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрьевич, а это вы? Очень любопытно. А вы кто такой? Простите, пропадаете. Скажите, верно, да, обратился? Вы кто такой? Вы верно обратились, но вы кто такой, я не понял. Меня зовут Шилов Роман Георгиевич. Скажите, пожалуйста, Юрьевич, все верно? Да, Роман Георгиевич, я почему-то думаю, что вы робот. Нет, понимаю, меня тоже уже достали звонки такие, но я, правда, на минутку звоню. Скажите, верно обратился к вам, да? Нет, давайте протестируем, робот вы или нет. Скажите, как меня зовут еще раз? Нет, понимаю, меня тоже уже достали звонки такие, но я, правда, на минутку звоню. Скажите, верно обратился к вам, да? На долбов рассчитано, извините за резкость, на долбов, потому что записывали это соответствующие персоны. Ну, я сейчас продемонстрирую вам, как работает колл-центр. Управлять? Что, блядь? Да! Андрей Духанович, Илья Катев. Пошел нахуй. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Я вас слушаю. Здравствуйте. 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 Я представлюсь, в свою очередь. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Александр Викторович, фамилия Духанин. Запись ведется в разговор. А могли бы к телефону пригласить Викторию Вадимовну? Ой, да в пи... Здравствуйте. Я представлюсь, в свою очередь. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич, общество с ограниченной ответственностью ОЛИАМ. Этот человек является нашим клиентом. У вас есть какие-то вопросы к ней? Да, вы могли бы ей передать наш телефон, чтобы она перезвонила. Будьте добры, если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, составьте их на бумаге и отправьте в адрес нашего с вами клиента. Он прочитает, потом передаст нам. Мы составим ответ, передадим ему, он подпишет и перешлет вам. Отлично. Отлично. То есть вы как бы сами передать ничего не сможете, да? Выгодное предложение просто имеется. Я еще раз повторяю, все только письменно. Письменно, видимо. У вас еще вопросы остались? Все понятно, Дмитрий Евгеньевич. А ее телефон у вас перед рецептой, да, стоит? Все вопросы письменно. Понятно. Все, до свидания. Всего доброго. Вот, я продемонстрировал, хотя очень хотелось мне разорвать этого вот темпераментного дебила на кусочки. Ну да ладно, я пообещал продемонстрировать. Именно так работает колл-центр. 40 секунд дается, друзья, по регламенту. IP-телефония вещь платная. И то, что вот вы сейчас видите, это тоже для нас определенный денег стоит. Ну и колл-центр соответствующим образом работает. Это строгое требование. Скажу вам больше, колл-центр вообще не здесь, не в Питере, в другом городе на аутсорсинге работает. И мы их меняем постоянно. Дело не в этом. В том смысле, не в этом, что вот ничего не происходит. Там вообще в самом начале идет автоинформатор. Но вот у них там в доказательство всего IP-телефония, что запрещено 230-м федеральным законом эксплуатировать. Вот я имею в виду IP-телефонию. Так как автоинформатор слышен только если звонят с обычного номера телефона. Если их соединяет с нашим колл-центром система, вот в процессе переадресации они автоинформатора не слышат. Тот, кто проверяет, ну из числа наших клиентов, да, они слышат автоинформатор. И потом нужно какое-то время подождать, чтобы соединила с освободившимся. Система соединилась с освободившимся оператором. Там человек 5-10 работает. Но поверьте, друзья, даже этот колл-центр не нужен в принципе. Потому что звонки вообще никакого юридического фундамента под собой не несут. Даже если просто человек не настраивая переадресацию будет сбрасывать, вот ничего не изменится. Или просто поменяет сим-карту. Ничего не изменится в его взаимоотношениях. Потому что тем более, если человек на этапе оформления документов к статусу банкрот. Алло. Алло. Да, как вы? Здравствуйте. Компания «Эверест» инспектор Сергеевна Татьяна Владимировна ведется запись разговора. Звонок по поводу Светланы Юрьевны. Кем она вам приходится? Я звоню на ее номер. Это симфона. Да, 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 да. А у нас все в семье сим-карты на меня, как на старшего мужчину оформлены. Ну хорошо, передайте ей трубку, пожалуйста. Еще раз откуда я спрошу, будет она, хочет, есть у нее время. Вы с какой организацией? Компания «Эверест». Ну если у нее нет времени стационарно общаться, значит я сейчас занесу стационарно. Как? Как стационарно? Значит я занесу приезд. Будьте добры, расшифруйте, загадками говорите, какими-то стационарно. Не надо строить из себя умных. Вы не умные. А может у нее желание? Ты хочешь с Коломасой будешь? Коломаса звонит, будешь разговаривать? Ха, нет, она смеется. Нет, нет, стационарно. Что дальше? Я перебила стационарно. А, выездная группа. Выездная группа. Будьте добры, конечно. Да, да, да. Очень, очень она хочет. Очень хочет, да. Она стационарно. Наблатыкаются каких-то слов. Значение их понимают, нет? Стационарно общаться. Стационарно. Вы понимаете, я объясню вам, Коломаса. Стационарно. Это вот стоит на месте. Стационарно. Без движения. Стационарно. Вообще, как это может соответствовать вот этой формуле филологической? Как? Что это? Красивое слово? Ну, давайте вместе подумаем сейчас. Это тоже красивое слово. Если она не хочет. Мне сложно, конечно. Перевоплотиться вот в эту чудодейку. Если она не хочет. Стационарно. Она сказала. Перманентно общаться. Умно. Надо же. Ну, тоже слово. Вроде симпатично. А пофиг, как оно там соотносится. Вот. В формате контекста, да. Ну, или еще давайте. Если она не хочет. Почему-то в голову лезет конструктивно. Да. Вот это вот. Они заразу эту внесли. Как слово паразит. Говорю. И похабили слово. Да ну их нафиг. Да ладно. Хуй с ним. Пошло все в пизду. Сколько можно, блин. Честное слово. Накидайте вот каких вот этих вот смешных, изящных слов можно добавить, чтобы они максимально не соответствовали контексту идеи. Если она стационарно не хочет общаться. Здравствуйте. Вы слышите меня? Здравствуйте. Служу, конечно. Кого я слышу? Звонок из Промсвязьбанка. Меня зовут Шевцов. Игорь Анатольевич. Разговор записывается. Очень хорошо. Игорь Андреевич. Это вы? Да, Игорь Анатольевич. Конечно же, это я. Кому тут быть еще? Звонок из управления по работе с задолженностью. Сумма вашей просроченной задолженности на сегодняшний день составляет 35 тысяч 364 рубля. Вне графика находитесь по карте. 26 дней по договору. В 41 день оплату необходимо произвести до 25 мая включительно. Не могу, к сожалению. До 25 числа будет произведена оплата? Не могу, при всем желании. Напоминаю вам о ваших обязательствах перед банком, которые вы... Я понимаю все, но нет финансовой возможности. ...обязательствующим образом установленные сроки. Что повторить я не расслышал? Да, вы просто говорите без остановки, поэтому не слышите. Я повторю, конечно. При всем желании не могу, у меня финансовой возможности нет. Вы не работаете? Какая разница? Но нет у меня финансовой возможности. Вы думаете, у меня только... У меня вот вам 35, еще 12, сейчас, сейчас, сейчас. 78 тысяч ежемесячная нагрузка. Ежемесячная. В общей сложности больше полутора миллионов. Куда? И как это отменяет обязательства перед нашим банком? Ну, 127-й федеральный закон меня обязывает заявить о банкротстве. Вы сами себя решили объявить банкротом? Не, не, я заявил... Нет, понимаете же, ну, вы что? Вы уже подали заявление? Перейдем. Перейдем. Не, ну, вы говорите, объявить себя банкротом. Вы сами себя не можете объявить? Возможно, объявить... Требования одного кредитора или даже нескольких кредиторов приводят к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и обязанностей по оплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами. И размер таких обязательств и обязанностей в совокупности составляют не менее чем 500 тысяч рублей, не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. Это я вам 213-ю статью 127-го федерального закона, точка 4, пункт 1, прочитал. Как я против закона? Закон меня обязывает. Я соответствую признакам неплатежеспособности. Кроме обязательств, вам необходимо будет денежные средства для этого. Больше 100 тысяч нужно для того, чтобы выплатить. 150 тысяч компаний АЛЯМ. 150 тысяч компаний АЛЯМ. Затем вы будете оплачивать услуги финансового управляющего. В этой стоимости 25 тысяч забито. 150 тысяч это под ключ. Компания АЛЯМ. Вместо этого вы могли эти денежные средства направить на оплату своих обязательств. А я же вам помните сообщил, 78 тысяч же месячный платеж. Отдав 150 тысяч, я даже 10% своих обязательств не закрою, если я отдам их в банк. А если вас не признают банкротом, у вас останутся те же самые обязательства. Вы понимаете, что я еще? Еще и процентами, штрафами, которые вам начинают. Нет, нет, нет. Как так? Признают банкротом в любом случае. Нет. Просто статус банкрота. Статус банкрота подразумевает разные окончания этой всей ситуации. То есть могут назначить реструктуризацию, реализацию имущества. Ну вот смотрите, Игорь Анатольевич, вы вводите в заблуждение. Закон запрещает вам это делать. Ну почему я не ввожу, если вы в утвердительной форме об этом заявляете. Вы живете на минимальную заработную плату, ваше имущество реализуется. Вы в течение 5-7 лет не можете взять нигде кредит, везде должны предупреждать, что вы в банкрот. А потом вы утверждаете, что вы меня не вводите в заблуждение. Во-первых, таких сроков нет. Ровно, четко и конкретно. В течение 5 лет, а не 5 или 7 лет. Такого в законе быть не может. Закон невозможно трактовать двояко. В течение 5 лет я обязан заявлять при обращении за кредитом о том, что я уже имею статус банкрот. Ну вот вы с нами все прекрасно понимаете, для чего вы узнаете последствия. Те ребята, которые мне порекомендовали на моей работе, это 8 человек, которые через эту компанию получили статус банкрота. Трое из них уже обратились за кредитом и получили их. Один вообще ипотеку получил, будучи банкротом. Банк говорит, нам даже выгодно выдавать кредиты банкротом. Да, да, да. Выгодно, потому что мы знаем, что теперь человек в течение 5 лет не обанкротится. Даже ипотеку дают банкротом. Представляете? Невероятно. Удивительно. Это раз. Во-вторых, что вы там говорите про 5-7 лет? Ну да, я буду вынужден сообщать в банк, что я банкрот. Дальше. У меня зарплата 68 тысяч. Я тоже думал, что у меня большая зарплата. А платежей по кредитам 78, прикиньте. Почти что рифма. Вы бы дома поправлялись, чем ходить на эту работу неблагодарную? Пили бы таблетки или спортом бы занялись, чтобы не болеть так часто. Ну да ладно. Или горло сорвали просто на этой работе в конце дня. Ну ладно, я продолжу. У меня двое детей, жена на сносях. Это все иждивенцы. Вы знаете, сколько у нас прожиточный минимум в нашей стране на одного человека? Вы сейчас мне все не рассказываете. 15 600 рублей. Вы будете облачивать свои обязательства перед банком. Пока вас не признали банкротом, вы остаетесь нашим клиентом и несете полную юридическую финансовую ответственность. Слушайте, статья 61.3. Звоните, я вам не запрощаю. А вы меня принуждаете нарушить 61 статью с точкой 3. Первый пункт того же 127 федерального закона. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами. Пункт 1. Я вас предупреждаю соблюдать свои обязательства перед банком. Если я пойду к вам навстречу и начну соблюдать свои обязательства, я вот что сделаю. Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом, недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой. Оказание предпочтения одному из кредиторов и другим освобождает. Более того, обязывает исключить эти сделки. Я не имею права оплачивать вам. Вы не имеете права нарушать условия договора. А вот этот случай регламентирован 3 статьей Гражданского процессуального кодекса. Если вы считаете, что ваши права нарушены на основании 3 статьи Гражданского процессуального кодекса, вы можете обратиться в суд. Но так или иначе, даже просуженные долги будут арбитражным судом списаны. 41 день вы находитесь вне графика. Оплату необходимо произвести в сроке банка. Это больше, чем 30 дней. Банк действительно подает на вас в суд. И в дальнейшем после суда произойдет исполнительное производство. Судебное решение будет передано Федеральному службу судебных крестов. Последует арест движимого и недвижимого имущества с целью реализации в счет погашения долга перед банком. Ну и исполнительный лист по месту работы. А потом все это будет обнулено, так как статус банкрота подразумевает списание всех долгов. А вы еще не подали в суд. Это только ваши рассказы, ничем не подтвержденные. И вы еще не подали в суд. И ваши рассказы такой же категории соответствуют. Все это не подтвержденные информации. У вас тоже только гипотезы, Игорь Анатольевич. И вы не верите тому, что говорят вам ваши работодатели. А вот то, что я вам рассказал, вполне реально и происходит со многими клиентами, которые не... Конечно же, конечно. Я готов рискнуть. Я готов рискнуть. Как рискнули 8 моих сослуживцев, которые сейчас начали жизнь с чистого листа. Именно это называется сарафанным радио. 30% всех клиентов компании АЛЯМ приходят к ней за счет того самого пресловутого сарафанного радио. И получают резвый этап. Как вы говорите, радио. Давайте подытожим. На дату указанного банка... А что подытоживать-то? Я же вам что, свою позицию как-то двусмысленно донес? Или вы ничего не поняли? Нет, я вас спрашиваю. Подытожим, да? Вы оплаты будете производить на дату... Но я же про это и сказал. Я закон нарушать не стану. И себе усложнять жизнь в перспективе не буду. Да и вам. Дело в том, что если я сейчас по какой-то невероятной причине соглашусь оплатить и оплачу, то в результате финансов... Невероятная причина, да. Но я подурнею. Я вот, допустим, вот вы кашляете, чихаете. Вот смотрите, допустим, через телефон передаются бактерии. Вы на меня... Вы начихнете на меня, покашляете, я подурнею. Ну, допустим, невероятно, да, через телефон передаются бактерии вот эти вот. Вы на меня кашлянули, и я чихнули, и я дураком таким же, как вы, стал. И я вот, допустим, оплатил. А финансовый управляющий потом проверит всю историю моих взаимоотношений со своими кредиторами и просто оспорит все эти сделки. Вы сейчас говорите о чем-то, о том, чего не было, и, возможно, может и не быть. А вы тут у нас, получается, говорите о чем? А я вам сейчас говорю о реальных вещах, которые могут произойти. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Могут произойти, но их тоже не было. Господи, почему вы такие бестолковые? Они были эти вещи. Вся ваша жизнь – это одно сплошное противоречие. Самому себе, что обеднее всего. Как это нет? Вы мне говорите о том, что происходило в отношении многих-многих людей, но еще не происходило со мной. И вы говорите, не нужно по этой парадигме планировать свою жизнь. И тут вы говорите, что... Вы не умеете планировать свою жизнь. О чем вы говорите? А вы что делаете? Вы спланировали ее так, что вы оказались в кресле сотрудника службы взыскания. В народе вас называют ПКМ, представитель Коломасы. Коллектор вы, взыскатель из банка. Вы спланировали жизнь так, как, собственно говоря, любому, дай бог, так спланировать. Боже упаси, на самом деле. Давайте подытожим. Так что вы не тоже-то, а? Вы же еще и бестолковый. Вы же бестолковый, что ли? Что, непонятно вам? Давайте подытожим. Ну, давайте попробуем. Будете ли вы платить, да? Сейчас я за вас попробую. А, вы внесете на дату банка? Поприколаться, что ли? Да, конечно, внесу. Вы меня переубедили, кашляли, я дурачком стал. Подурнел. Ваш вирус мне передался. А какую сумму вы внесете на дату банка? Да все заплачу, конечно. Пускай потом у нас и управляешь. Ну, сколько надо там? 40 тысяч или 35, 36, да, округлю. А потом финансовый управляющий пускай голову ломает. Как оспырите? Сумму назовите, которую вы внесете. 36 тысяч рублей внесу. На дату, указанную банком, на 25 число. Каким образом? До этого времени прям внесу. До этого времени. Каким образом будете производить? Да, я не знаю. Как можно? Скажите мне, как это сделать лучше? Ну, как вы сделали обычно? Я уже не помню. Вы же не то ли не одни у меня. Денежные средства для оплаты имеются? Конечно, 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 имеются. До 25-го точно найду. Да, до 25-го числа включите. В течение дня это тоже можно сделать. Я думал, ты дурак, а ты просто дурак. А ты дурак, дурак. Потому что меня прости, но это очевидно. Вы уточняйте по приложению. Теперь меня послушайте, пожалуйста. Конечно, послушаю. Сюда расплачешься. По номеру 8800-333-0350. Напоминаю, что при непоскоплении денежных средств в стройке банка, те последствия, которых я вас предупредил, возможный суд, и последующее за ним исполнительное производство, обязательно для вас произойдет. Дурак, еще тебе же не 25 лет, и даже не 30. Всего доброго, до свидания. А ты постарше. Жизнь спланировал ты. Ой, мне планировщик, а. Ой, планировщик мне своей жизнью, собственно. Да, здрасте. Компания «Мангпэнс». Меня зовут Симасиева Ирина Германовна. Ага. Данила Георгиевич, это вы? Конечно, я. Здравствуйте. Данила Георгиевич, уведомляем вас, что у компании зафиксировано длительное нарушение условий договора с вашей стороны. На сегодняшний день у вас уже 31 день с просроченной задолженностью. Ваш долг составляет 26 653 рубля 55 копеек. Требование компании оплатить ваш долг сегодня в полном объеме на основании статьи 37-й РФ. Подготовим денежные средства. Слушайте, не проблема, если вы докажете мне, что у нас с вами договор заключен на основании 808-й статьи. А то я что-то сомневаюсь, что все это нужно делать. В данный договор оформляли по собственной инициативе. Вы были за одно сечение договора. Не, не, договор формировали вы. А я его, по вашему мнению, как вы думаете, ошибочно подписал. 808-я статья, знаете как? Вы же прекрасно понимаете, что вы в отделе код подтверждающий. Ой, вы пропадать стали. Это является аналогом электронной подписи. Не, не, не. Мне сейчас об этом вам нужно рассказывать? Да не надо рассказывать, это ерунда заведомо. Я квалифицированную электронную подпись никогда не регистрировал. Но для этого целый процесс нужен. Мне время на это нет. А ПЭП, простая электронная подпись, это та самая подпись, которая подписывает поручение банку, в котором у вас открыт счет на покупку. А форма договора займа, она, собственно говоря, в законе прописана. На 808-й статье, и как это можно игнорировать? Какими-то там еще 63-ми. Нет, у вас, в вашей организации, кстати говоря, нет права, я проверял формировать документы, подлежащие подписанию электронной подписью. У меня нет... Зачем тогда у нас займа оформляли? Что сделал? Зачем вы тогда у нас займа оформляли? Притом не первый раз. С чего вы взяли, что я у вас все-то оформлял? Ну, вы вот, чего вы думаете? Не первое обращение, не первое обращение в наше консоль. Да вы ошиблись, вы, наверное, меня за кого-то другого считаете. У нас вся информация сейчас имеется. Ранее вы себя предоставили, что вы начали оформлялся. Ну, тем более, так у вас, я понимаю, помимо информации есть еще и доказательства того, что я с вами договор заключил, и там есть подпись моя живая, да? Как это называется? Мокрая подпись или мокрая печать? Ну, подпись в моем случае. Даниил Эдуардович. Слушаю вас. Давайте, послушайте, давайте сейчас вернемся к конструктивному диалогу. А, почему? Вы инициатор заключения договора, и вы сейчас ответны за выполнение всех обязательств. Мне сейчас действительно приятно с вами делать, с подковным человеком. Вы, так же, сейчас так же, изучите... Судя по голосу... Какую статью? Статья пятая. Одним из видов электронной подпись является простая подпись. Понимаете? А что ей можно фиксировать? Далее, простой подписью также является смс-код, который вы вводите при получении данного займа, что вы сделали. А там написано вот так вот в законе данного займа, который вы сделали, да? Или как там написано? Послушайте. Ну, что такое? Согласие и обязательства заемщика, пункт 10.3. Все было указано. Вы согласились. Ну, это в договоре вашем, да? Который вы так называете? Да. Вашем. Но договор не может противоречить законодательству. А если он так противоречит законодательству, ну тогда что? То есть вы сейчас пишите причину и отговорки, чтобы у вас в данный займ? Признаки ничтожности, да. Ну как, ну да, если так на что пошло, причину я ищу в гражданском кодексе, в списке федеральных законов. Да, ну если это какая-то ситуация, скажем так, не очень справедливая, то где тогда мне искать причину? Я вам скажу по-простому. У вас есть... Давайте сейчас не будете говорить параллель. Когда вам нужны были денежные средства, вы в нашу компанию обратились, притом не первое обращение. Да это ваша версия, я так не считаю. Я не обращался и к вам. Компания вам помогла. Вы воспользовались денежными средствами компании. И вы прекрасно понимаете, что данный договор несет юридическую силу. Ну интересно, из-за того, что вы так говорите. Все хорошо, вам осталось это в суде доказать. Все. А что вы, что-то отсюда скажете? Если компания будет в суд обращаться, компания... Это вам надо ждать. Третья статья ГПК РФ. Право на обращение в суд. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо... Я смотрю, вы подготовились к диалогу к нашему, да? Я и вам рекомендую в следующий раз, прежде чем вы будете звонить незнакомых... А что, его заучивать наизусть, что ли, по-вашему надо? Мне достаточно в шпаргалку заглянуть. А вам бы тоже не помешало это все изучить. Такая причина того, что вы сейчас не оплачиваете. Сейчас не будем... Мне нечего оплачивать, я никаких не ощущаю обязательств перед вами. То есть вы намерены, что наша компания оформила займ. Ничего не оформлял, вы чего думаете? Знаю, что у вас имеется срок, что у вас 22 апреля нужно будет возвращаться. Вы сейчас вымогательством, барышня, занимаетесь, а? Данила Эдуардович, тогда к диалогу подготовьтесь. Я готов, получается? Это кто-то из нас другой не готов. Вы же сейчас выключаться будете, трубочку класть. У вас возможности ограниченные, причем умственные. Не временные, а умственные. Всего вам доброго, до свидания. Не получилось взыскать. Друзья, ну да, ну что шпаргалки не завести? Я тут на ходу. Я это понимаю еще. Естественно, наизусть это все не знаю. Ну, просто формирую в процессе нашей с вами работы за кадром эти шпаргалки. Ну, а что вам так не делать? Ну, я про тех, во-первых, шпаргалка, она, по сути, подразумевает изучение ее наполнения, да? И анализ, самое главное. Анализ. А не просто там, ну, скопировал, прочитать. Они же все вот в это упираются. И про федеральный закон под номером 63 они упираются. Ну, а что? Вот она говорит, так написано. Ну, что там так написано? Ну, хорошо, пускай даже так написано. Ну, тогда вы все можете. Ну, отправляйтесь в суд. И все делайте. Чего вы тут по телефону пытаетесь эту правду отыскать? Вам тоже рекомендую завести шпаргалки. Ну, самая основная шпаргалка, которую вы можете для себя завести, уже готовая, осмысленная. Это наш канал. Поэтому подписывайтесь. Не забывайте на колокольчик нажимать. Она в таком, знаете, развальцованном формате. Эта шпаргалочка веселая, доступная, легко усвояемая. Ну, а для тех, кто хочет академический формат, плейлист, что делать, если там все действительно по-серьезному. Счастья, здоровья, финансового благополучия завтра уже мы с вами опять увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok